Вот назад от меня ушел муж. Теперь он хочет вернуться. Здорово. У нас есть дочь. Как мне его простить? Мы об этом всю лекцию вчера говорили. Думайте о святом человеке. Я хочу тебе служить. Не думайте о мужа совсем. Просто думайте о святом человеке. Постепенно вы начнете чувствовать хорошее качество характера мужа. Потом дальше вы почувствуете уже, что у вас есть силы прощать. То есть водоемчик начнет наполняться постепенно. Нужно время. Это обычная вещь для тех, кто этим занимается. Прощение приходит через какое-то время. Если ты занимаешься этим, если не занимаешься, никогда не простишь. Нужно работать, понимаете, трудиться. Вот представьте, два человека стоят возле реки. Девушка обиделась. Парень трудится над собой и пытается восстановить отношения. Он совершает усилия, потому что обиженный человек, с ним очень трудно. Он боль приносит. Но если ты хочешь семью, хочешь отношений, ты должен прилагать усилия снять обиду близкого человека. В реку смотрятся облака, и я тоже в реку смотрю. Друг чувствую, как любимая рука берет нежно руку мою. Что с тобою стряслось вдруг опять? Быть может, я в чем виноват? Нельзя же молчать, упрямо молчать, и час, и другой подряд. Понимаете, нужно силу прилагать, силу прилагать. Не то, что вот тут мы стоим и смотрим в реку. Не прощается, да? Не простится никогда. Как мне его простить? Вот так и простить сердечком своем. Вы на сердечком никогда над своим не трудились, похоже. Он сейчас живет с другой девушкой, но говорит, что любит меня. Ну, наверное, уже влюбленность с другой девушкой кончилась. Сколько это время прошло? Есть человек, нет? Не хочет открываться. Сколько времени прошло? Ну, сколько он живет уже с той девушкой? Год. Ну, все, кончилась влюбленность. Бабушка пришла к врачу 80 лет. Говорит, что-то я не мочусь. Кончилась моча. Все, 80 лет. Ну, закончилась влюбленность, хочешь назад все. Покоперился немножко. Хочет назад жене уже теперь. Нормально. Одному наставнику духовному. У него он обладал такой духовной силой, что наркоманов делал святыми. И у него, в его, как бы, настреживали вот эти люди, которые духовной практикой занимались. И одна женщина увидела, они между собой дерутся. Она прибежала к нему, говорит, ваши монахи дерутся. Он говорит, ну, ничего особенного, говорит, ничего удивительного. Представьте, люди в жизни были наркоманы, теперь стали монахами. Это удивительно, что они стали монахами, а то, что они сейчас дерутся, это неудивительно. Да? Да?